Вы смотрите Общество Потребления. С вами Юлия Прохорова. Здравствуйте. В жилищной сфере может повториться история СОСАГО. Россиян заставят страховать квартиры и дома. Для получения достойной компенсации в случае пожара или затопления собственники будут вынуждены отдавать ежегодно внушительные суммы. Пока речь идет о добровольном характере услуги, однако эксперты утверждают, страховка может стать обязательной для всех. Подробности в нашем обзоре. В ближайшее время в платежках россиян может появиться новая строчка – страхование жилья. Законопроект разработан и готовится к рассмотрению. Пока страховать квадратные метры предлагается на добровольной основе. А чтобы простимулировать граждан, государство перестанет компенсировать потерю жилья при стихийных бедствиях. Если жилье в собственности, но оно было не застраховано и погибло в результате стихийного бедствия, то субъект Федерации не оставит гражданина без помощи по-любому. Он ему даст жилье, но только в социальный найм. Даже если оно было в собственности. То есть он не сможет его приватизировать, не сможет ничего сделать, так будет в нем жить. Всего в России 80 миллионов жилых помещений. Из них на данный момент застрахована лишь мизерная часть – 5%. Это один из самых низких показателей в мире. Власти планируют значительно поднять эту цифру и добиться того, чтобы за ближайшие 10 лет свое жилье застраховал каждый второй владелец. Впрочем, некоторые эксперты сомневаются в успехе. Одно дело, если дома находятся в каких-нибудь зонах повышенных с точки зрения опасности, а другое дело, стоит дом, который 50 лет стоял, если ничего не случилось. Тут обязательно нужно что-то выплачивать. Вот тут вопрос такой. Я бы, честно говоря, отдал бы это на утку собственнику. Размер страховой выплаты еще точно не определен. Но разработчики взяли за основу минимум в 300 тысяч рублей. Если отталкиваться от этой суммы, то годовая страховка обойдется в 360 рублей. Специалисты по рынку недвижимости утверждают, что на стоимости аренды жилья нововведение никак не отразится. Гораздо важнее такие факторы, как общая ситуация в экономике, как соотношение спроса на рынке жилья между первичным и саричным рынком, конкуренция с новостройками. То есть вот этот дополнительный платеж, на мой взгляд, он серьезно на ставки аренды не повлияет. Страховать или нет? Стоит ли новую строчку в платежке сделать обязательной? По примеру, ОСАГО. Мнение москвичей разделилось. Это же очевидно, что человек должен отвечать за свое имущество. И в любой момент что-то может случиться. Или соседи могут протечь, или пожар, или все, что угодно. Тут Акуров бросил, и все. Пожар во всем доме. И, собственно, почему государство должно брать все расходы на себя, мне не очень понятно. Я считаю, это бессмысленно. У нас система страхования, она не обязательна. И выплаты мы никогда не получим. Потому что это все, что у меня есть. Это квартира в кооперативном доме. Значит, если с ней что-нибудь случится, то будет плохо. 360 рублей в год аналитики называют смешной суммой. Реальная полная страховка должна стоить около 2000. Кроме того, может возникнуть проблема с аварийным жильем. Вряд ли страховщики будут с охотой браться за невыгодные объекты. Скорее всего, они постараются навязать владельцам дополнительные платежи. Так что этот вопрос также предстоит проработать более детально. Антон Гладышев, РБК. Ну, идея обязательного страхования жилья, она не новая. И каждый раз она подвергается всесторонней критике. В этот раз претензии к ней следующие. Минимум страхового покрытия, определенный в 300 тысяч рублей. Эксперты считают смешным. Предлагают поднять до 5 миллионов. Но тогда и полис будет стоить уже не 360 рублей, а в разы дороже. Но большинство россиян вряд ли захотят ежегодно отдавать за свою квартиру более 2000 рублей. В этом можно быть уверенным. Что же касается аварийного жилья, вернее, даже не аварийного, а ветхого, и которому много лет, страховщики будут избегать заключения договоров по таким объектам любыми путями. Потому что это невыгодно. Подробно о том, как можно стимулировать граждан страховать недвижимость, поговорим с нашими гостями. А пока несколько интересных цифр. Субтитры подогнал «Симон» У нас в гостях Андрей Юрьев, исполнительный вице-президент Всероссийского союза страховщиков и Андрей Корницкий, руководитель проектов адвокатского бюро «СНК «Вертикаль». Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Спасибо, что пришли в нашу студию. Но первый вопрос вытекает, собственно, из нашего материала. Почему всего лишь 5% жилищного фонда застраховано в России? Почему так мало? Я, наверное, попытаюсь ответить на этот вопрос следующим образом. К сожалению, у нас в обществе очень сильно силен принцип патернализма, который означает на переводе на русский язык простую вещь. Вот приедет барин, барин нам поможет. Как только происходят какие-то катастрофические события, например, когда смыло полностью Крымск, когда затопило Дальний Восток, каждый раз правительство создавало специальную комиссию и начинало выдавать направо-налево, либо в виде натурального возмещения строило новые дома, либо выделяло миллионы и миллионы рублей людям, которые пострадали. То есть самые знаковые вещи всегда приходило государство на помощь. И это вот принципиальная вещь, которую мы сейчас совместно с правительством в лице Минфина России пытаемся поменять. То есть хотим научить людей заботиться защищать свое имущество. То есть не пускать на самотек, на авось, а именно оберегать его. Мы заключаем договоры с управляющей компанией, мы платим коммунальные услуги. То есть это все сопутствующие расходы, которые следуют владению имущества. А, старшее поколение легко вам будет научить? Они вам аргументировать всегда будут размером пенсии, вы сами прекрасно понимаете. Вы знаете, есть практика еще и Советского Союза, когда страхование, оно было на условно-добровольных началах, и оно было очень широко распространено. То есть люди понимали, что такое страховые компании и зачем они платят, в случае чего им всегда была выплата. Ну, сейчас, наверное, мне кажется, люди стали меньше доверять страховым компаниям. Вот с юридической точки зрения, можете как-то объяснить низкий интерес к страхованию именно жилья, вот к этому сегменту? Именно к жилью вряд ли. Скорее всего, это общее такое недоверие к страховым компаниям, потому что не буду скрывать, иски и разборки со страховыми компаниями могут длиться в лучшем случае несколько месяцев. А в случае назначения экспертизы это может превышать и год. И в этом я вижу одну из больших проблем в данном случае, поскольку если у человека погибло, например, единственное жилье, то у него нет этих месяцев или лет для того, чтобы ждать, пока страховая компания соизволит компенсировать эти расходы. Поэтому даже по этому вопросу... Ну, скажите, вот по закону, да, извините, перебил, вот Андрей говорит, привыкли мы ждать, когда приедет барин. Но вот это юридически обосновано? У нас есть... Или мы все-таки должны сами заботиться, научиться заботиться о своей недвижимости? Несомненно, мы должны заботиться, но у нас есть обязательства государства, закрепленные законом, о том, что в случае чрезвычайных ситуаций государство возмещает потери. И мне не очень понятно, почему сейчас государство пытается от этих обязательств перейти и переложить это все на население, которое и так, насколько мне известно, во многих случаях не хватает даже денег на то, чтобы платить коммунальные платежи. Давайте мы ваш вопрос Андрею адресуем. Да, давайте я с удовольствием на него отвечу, потому что здесь, видимо, есть некое недопонимание. Государство не уходит в сторону. Вот давайте разберем. Есть три стороны. Есть потребитель, то есть лицо, которое владеет жильем. Есть государство, которое регулярно платит деньги. Есть страховые компании, которые должны заключать договоры страхования и выплачивать в случае наступления страхового события. Понятно, что людям хочется получить в случае какой-то природной, катастрофой, максимум за свое жилье. То есть им как минимум хочется получить свое жилье в том же самом состоянии, которое оно было. На сегодняшний день коллега абсолютно правильно сказал. Государство должно платить, и оно будет продолжать платить, но эти выплаты составляют 50 тысяч рублей. В случае, если произойдет страховое событие и будет застрахован в рамках закона о страховании жилья, причем это добровольный закон, выплаты, как мы уже только что говорили, составят порядка 300 тысяч рублей. То есть в 6 раз больше. Да, это может быть для крупных мегаполисов незначительная сумма, как для Москвы, Санкт-Петербурга, крупных районных областных центров. Но в целом по России это достаточная сумма для того, чтобы человек, имея право выбора, получить либо деньги, эти самые 300 тысяч, и уехать из, скажем, потенциально ежегодно подтопляемого региона, либо получить новое жилье в натуре от государства, но при этом эта выплата идет государству. Вот я как раз пытаюсь перейти к второму плюсу. То есть для государства, как только человек получает от государства новое жилье, застраховавшись, то эта выплата идет от страховой компании в пользу бюджета государства, либо регионального, либо федерального бюджета. То есть бюджет начнет экономить деньги. Соответственно, для страховых компаний очень важно наладить диалог с людьми. Коллега уже сказал о том, что есть определенные претензии к страховым компаниям. Но есть, я очень прошу прощения, есть две характеристики, количественные и качественные за последние три года. У нас по состоянию на 1 января 2014 года в России было 430 страховых компаний. Сейчас их 213. Их в два раза сократилось. Банк России, как регулятор, ежегодно проводит мониторинг финансового состояния и очень выдвигает высокие требования. Поверьте мне, рынок настолько очистился, что сейчас присутствует крайне малое количество таких компаний, которые можно назвать, скажем, проблемными. Хорошо, вопрос, да не относящийся к теме. Сокращение количества игроков в два раза. Оно как-то на качестве сказалось? Я этого не заметил. Думаю, что чем меньше игроков, тем меньше конкуренции, и тем, соответственно, больше возможности злоупотреблять своими правами. То есть можно повышать тарифы, можно лоббировать, как это с ОСАГО, например, повышение всех тарифов. То есть это сильно сказывается на потребителях. Но можно смотреть на эту проблему и с другой стороны, что страховые компании на сегодняшний день остались только наиболее финансово устойчивыми, которым нет претензий со стороны Банка России. Страхование жилья должно быть обязательно? Нет. Вы знаете, было очень большое количество дискуссий по поводу того, каким должно быть это страхование. На манер ОСАГО, либо добровольный. На сегодняшний день есть решение правительства Российской Федерации, которое закреплено в стратегии развития страховой отрасли, что все новые виды страхования, они должны развиваться на добровольной основе. Именно для этого сейчас в этом законопроекте предлагается добровольная модель со стимулирующими механизмами. То есть если человек заключил договор страхования, он как минимум имеет право выбора в случае страхового события получить либо новое жилье от государства, но при этом деньги идут государству, либо деньгами, то есть денежными знаками. Второе. Если у него нет договора страхования, то есть он относится спустя рукава к этому процессу, то, к сожалению, государство выделит ему либо жилье, которое нельзя будет приватизировать. Откуда волна беспокоит, в том числе у экспертов, по поводу того, что страховка сейчас будет добровольная, а потом она все равно будет обязательной? Я еще раз подчеркну, есть решение правительства на этот счет. Все развития страхования ориентированы на добровольные виды страхования. То есть обязательным это тоже не должно быть, да? Это нарушение прав. Как вы считаете? Конечно, обязательным не должно быть, но насколько это будет возможно, время покажет. Интересный ответ. Вы знаете, мы спросили, конечно, и у зрителей по поводу их отношения к страхованию обязательному на жилье. Вы знаете, вот такие варианты мы получили на нашей странице ВКонтакте. Готова ли вы платить обязательную страховку на жилье? По аналогии с ОСАГО. Да, если это будет небольшая сумма, так ответили, почти 20%. А куда деваться, если она будет в квитанции 6%? Нет, у меня аварийное жилье, пусть сначала дадут новое 3%. Нет, принципиально против обязаловки почти 68%. И я верю в судьбу, от нее страховка не спасет. Так считают около 3%. Отношения? Вас удивили результаты опроса? На самом деле нет, потому что именно то, с чего мы начали сегодняшний диалог, что люди надеются на авось. А если что-то произойдет, 2-3 полагают, что судьба их спасет. Почему 2-3? Я верю, в судьбу от нее страховка не спасет. Вы это имеете в виду? 3% так ответили. 3%. Стереотипы, да, они уходят с прошлого. Смотрите, здесь есть одна вещь, которая очень важная. Если будет написано в квитанции, на самом деле это самый удобный способ для человека принять решение, нужна ему страховка или не нужна. Это самый удобный способ для страховщика донести предложение по страхованию для клиента. Я надеюсь, четким шрифтом будет все это прописано. Мы сейчас продолжим обсуждать тему страхования жилья. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Общество потребления». Мы продолжаем. Говорим сегодня о страховании жилья. Собственно, как власти намерены стимулировать граждан страховать свое имущество. В нашей студии в отеле «Арарат Парк Хаят» заместитель директора Департамента финансовой политики и Министерства финансов России Вера Балакирева. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. Мы всю первую часть обсуждали инициативу Минфины. Странно было бы, конечно, обсуждать ее без представителей ведомства. Поэтому хотели бы услышать вашу позицию. Чем вызвана необходимость пересмотра механизма выплаты компенсации за уничтоженной стихией дом, например? Спасибо большое. Вы абсолютно правы, что создается система возмещения вреда гражданам и в первую очередь гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций, где, в общем-то, страхование является всего лишь одним из ее элементов. И нам кажется, что использовать инструмент страхования необходимо. Для этого нужна целая система, которая позволит объединить в целях возмещения ущерба, причиненного жилым помещением, разные источники. Это такие источники, как средства бюджета всех уровней, начиная от федерального и кончая субъектовыми, и те страховые фонды, которые накапливаются страховщиками. Потому что реально гарантировать выплату фактических сумм, которые позволят гражданам приобрести новое жилье взамен утраченного или восстановить его по сегодняшним рыночным ценам, не сможет, наверное, ни один отдельно взятый участник, ни государства, потому что оно привязано к социальным нормативам выплаты. Не страховщик по договору добровольному страхованию, которых сейчас, правда, не 5%, а по нашим данным, порядка 30% граждан, все-таки, страхуют разное жилье, включая дачи и прочие вещи. Но большинство из них, конечно, ограничивается ипотекой. Вера, еще один вопрос. Скажите, Андрей говорил, что нужно воспитывать в наших гражданах эту необходимость, это желание заботиться о своем имуществе. Кто это будет делать? Кто за это будет отвечать? Как вы будете доносить это, например, до жителей условного поселения «Березка», что это необходимо делать, иначе будут последствия? Вы знаете, последствия будут не столь большие, поэтому я бы не пугала граждан. Я бы, со своей стороны, заметила, что участие граждан в этой системе абсолютно добровольное, причем у них есть право выбора участвовать в программе, потому что параметры, о которых я скажу дальше, они будут зафиксированы в каждой региональной программе. И самый важный параметр – это параметр именно гарантированной суммы возмещения ущерба в случае гибели жилья. И он будет складываться из рыночных цен на жилье в каждом регионе одного квадратного метра и площади того жилого помещения, которое будет потеряно. И для того, чтобы обеспечить эту выплату, в рамках программ будет разделена ответственность между государством и страховщиками. Будут минимальные стандарты, минимальные страховые суммы, в соответствии с которыми страховщики должны будут нести ответственность. Здесь называлась сумма 300 тысяч, но сейчас мы обсуждаем суммы уже гораздо более высокие. Они могут зависеть от региона, от жилищного фонда, его состояния, от бюджетной обеспеченности региона, от набора того рисков. Но насколько высокие, Вера, извините, насколько высокие, насколько более высокие? Вы знаете, высокими они не будут, потому что в силу распределения долей участия в возмещении ущерба за ту долю, которую платит государство, а на сегодняшний день надо признать, что она гораздо больше, чем те выплаты, которые идут страховщикам, гражданин платить не будет. Это для него бесплатно. Он будет платить только за ту долю риска, которая будет приходиться на страховщика. И действительно, назывались довольно правильные суммы, то есть это где-то, наверное, не больше тысячи рублей в год. Более того, ведь субъектам будет предоставлена возможность давать какие-то дополнительные стимулы или льготы, субсидировать уплату этих премий или принимать какие-то еще решения. Время наше, к сожалению, ограничено. Когда это может заработать, скажите? Заработать это может в тех случаях, если будет принят соответствующий закон. Мы действительно сможем гражданам это обеспечить. А размер премии будет зависеть еще от многих факторов, связанных с тем, что будет некий стандарт услуги, минимальный стандарт, выше которого можно заключать договор, дополнять дополнительные риски, играть. Будет методика для определения тарифа, и, соответственно, туда нельзя будет включить какие-то расходы, которые не будут иметь отношения к этим условиям страхования. И будет сделана целостная комплексная система перестрахования этих рисков, что тоже в какой-то мере даст гарантию выплат со стороны страховщика гражданам, той суммы, которую страховщики будут обязаны заплатить. И, соответственно, даст гарантию того, что премия не будет столь высокой. Вера, поняла вас. Спасибо за подробный комментарий. В отеле «Арарат Парк Хаят» была заместитель директора Департамента финансовой и политики Министерства финансов Вера Балакирева. А у меня вопрос, Андрей, к вам. Сколько сегодня страховщики зарабатывают на сегменте страхования жилья? Это выгодный бизнес? Это бизнес, который обеспечивает крайне небольшую прибыль страховым компаниям. В любом случае, страхование – это бизнес, это коммерческая деятельность, которая подчиняется правилам Банка России. Поэтому страховые компании не будут ни в коем разе заниматься тем, если они будут нарушать нормативы Банка России. Но вот Всероссийский Союз страховщиков посчитал сумму 14 миллиардов. Это за какой период заработают страховщики, если, собственно, вступит эта норма, о которой мы сейчас с Верой говорили? Знаете, год на страховом рынке собирается порядка 1,3 триллиона рублей страховых премий. На этом фоне 14 миллиардов составляет крайне незначительную цифру. Наверное. Для вас, для страховщиков, незначительная. Ну, хорошо, вы считаете незначительная цифра. Скажите, каким вы еще считаете справедливым тариф по страхованию жилья? Я вообще считаю, что здесь не должно быть половинчатых решений. То есть, если мы что-то обеспечиваем, то это обеспечивать надо на 100%, а не на какой-то минимум, иначе это двойная работа. То есть, у меня, например, заключен договор добровольного страхования, при том, что я страхую и квартиру, и ответственность, и движимое имущество, и отделку, и так далее. Спрашивается, а зачем мне еще платить за что-то, пусть это даже будет 2000 в год, если оно меня обеспечивает на какую-то часть. Мне это не нужно. Я, если можно, дополню ответ коллеги. На самом деле, что очень важно, этот закон не должен устанавливать каких-то дифференцированных размеров. Он устанавливает федеральный минимум, ниже которого нельзя опускаться. То есть, если вдруг произойдет катастрофа природного характера, и дом исчезнет, то в этом случае, и мы исходим из тех цифр, которые озвучивались, за 30 рублей в месяц, это платеж, или 360 рублей в год, человек получит 300 тысяч, либо эквивалентное жилье на эту сумму. То есть, это основной принцип. Если человек считает, что ему этой суммы недостаточно, это его право заключить добровольное страхование, в том числе, как на более высокую сумму, так и на дополнительные риски. Потому что мы говорим с вами в отношении жилья еще о таких рисках, которые являются короткое замыкание, подтопление сверху соседей, противоправное действие третьих лиц, пожары не по вине природы. То есть, это все дополнительные риски, которые может человек застраховать. Ну, вот сегодня полностью застраховать, не знаю, средний дом где-нибудь там в Алтайском крае. Сколько это стоит? Ну, обычный домик, не знаю. Я не думаю, что эта цифра превышает тысячи рублей, потому что те самые 360 рублей, они будут включены. Вот еще очень важный момент. У нас есть ежегодно опасные регионы для проживания. Дальний Восток. То горит, то его топит. Юг России, Волгоградская область постоянно горит. Краснодарский край постоянно происходит. То наводнение, то, наоборот, засухи. И в этом случае, если приходит страховая компания, то она, естественно, не хочет работать в этом регионе с рисками природного характера. Я только хотел спросить, да, вы предупредили мой вопрос. И наоборот, человек, который проживает в этом регионе, желает застраховаться. У нас была такая ситуация в Вологодской области, где администрация предложила, у нас есть информация, что будет затоплен населенный пункт, надо срочно заключить договор о страховании. Естественно, никто в принудительном порядке это делать не стал. Вера Юрьевна уже упомянула, что включение вот этого федерального минимума в каждый договор о страховании, заключаемый на территории Российской Федерации, он позволит нивелировать риск природных катастроф. И это очень важно. И эти риски будут перестраховываться. Вот то, что касается рисков, как вы считаете, не получится, как, собственно, в случае с ОСАГО, что страховые компании будут бегать от заключения договоров вот в таких опасных регионах рискованных? Ну, невозможно. То есть уже говорилось о том, что вряд ли будет страховаться аварийное жилье, старое. Ну, аварийное, понятно, не должно, наверное, страховаться, да? Старое жилье будет страховаться. Старое, старое, да. Оно ничем не отличается. Если оно не выведено из эксплуатации, оно подлежит страхованию. Спасибо за ваши подробные ответы. Мы ждем, когда, собственно, изменится сама система. И как она заработает, мы сможем оценить, не знаю, спустя, наверное, 6 месяцев, год. Вот у нас в гостях были Андрей Юрьев, исполнительный вице-президент Российского союза страховщиков, и Андрей Корницкий, руководитель проекта адвокатского бюро СНК «Вертикаль». Вы смотрели «Общество потребления». С вами была Юлия Прохорова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин